Она перешла в ММА с ударного вида спорта, с тайского. Сумела вырваться из объятий соперницы. Обниматься, наверное, можно, но потом. Показывает Еленя, сколько времени. У них есть план на бой. Да, видно, что у них что-то расписано по минутам или по секундам, наверное, даже. Что и как делаю. Сейчас, видимо, пытается коленкой нанести удар соперницы Елену. Итальянка пытается перевести в борьбу. Видно, у нее задача завалить Елену в парту, перевести. Тоже наносит сейчас. Уже меняется местами то одна, то другая, прижимает друг друга. Только опустила чуть линику Итальянка, тут же получила по подбородку. Ну, видно так, что Елена заряжена на удары в сегодняшнем бою. Вот сейчас опять Елена пытается, удается сопернице положить Елену на ринг, но... Елена держит руки соперницы, не дает. Главное сейчас, конечно же, блокирует, ну, пытается локтями наносить удары Итальянка. Елена блокирует локти, ну, посмотрим. Сейчас не совсем приятное положение у нас. В хорошем положении оказалась Елена на данный момент. Пытается сбросить свою соперницу, тогда носит удары рукой, но... Елене нужно обязательно сейчас выдержать и сбросить соперницу. Она пытается, как говорится, защищаться как только можно, но Итальянка с правой руки наносит несколько ударов. Правда, не очень акцентированно. Все это происходит, и судья поднял. Но неприятный момент ты пережила сейчас, и наш... Ну, сейчас начнется второй раунд, и можно не сомневаться, что... Отлично сложена Итальянка, вчера она с Вишенем это видела. Видели, выглядело, как высушенное было. Все мышцы были видны, как на соревнованиях по культуризму. И вот опять. Но, правда, сейчас ситуация немножко другая. Елена захватила голову соперницы. Сейчас непонятное положение. Что сейчас может быть непонятно. Елена пытается уйти от удара, но Итальянки пока что... Кроме того, что она находится вверху, никакого преимущества. Они друг друга захватили. Да, 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 получается, что... Сейчас главное Елене продержаться, и я думаю, что судья поднимет их в стойку. Вот Еленов даже умудривая встать. Но не смогла, правда, перевернуть соперницу на спину. И в конце концов рефери поднимает, да. Ну, мы переводили их на середину ринга. То есть там край был ринга, чтобы не упали спортсменки. Видим такая приличная ссадина на правом локте у Елена. Занять положение, которое у них было, дает. Ну, восстановить тоже положение не так просто, конечно. Каждая пытается из этого что-то выкрутить. Елена пытается сейчас, кажется, почти что и удается ей. Сейчас, я думаю... Она понимает, что нужно так наносить удары, чтобы не попасть в захват соперницы, чтобы не позволять ее повалить на ринг. Потому что я думаю, что в портере Елене не очень нравится бороться с соперницей. В стойке увереннее она себя чувствует. Ну, да, это ее конек, скажем так. Вот сейчас неплохо перешла. Удалось вырваться из объятия опять. Ну, совсем непростая соперница. Многие говорили о том, что Овчинникова легко ее уберет в первом раунде. Но, как видим, достойная соперница. Пока что приехала, как мы видим, из Италии. Крепля вишек. Да, пока что не так просто его, как говорится, расколоть. Минута остается в этом раунде. Лена, бей ее, не пускай в портер! Да, тут хорошая подсказка дают болельщики. Бей ее, это понятно. И не пускай в портер, тоже понятно. Осталась такая мелочь, как воплотить в жизнь этот план. Сейчас Елена опять наносит удары по корпусу. Но не позволяет пока что Елена больше себя повалить на ринг. Итальянские болельщики также призывают свою спортсменку. Давай, Мара, давай! Ну и что сейчас будет? Сейчас Елена, видим, захватила соперницу. И пытается ее повалить, но не... Физически крепкая. Очень, да, да. Видно. Очень крепкая физически девушка из Италии. Мы, конечно, видели, вес был одинаковый. Такие цепкие руки у нее. Мы так видим, видать, очень много гоняла Мара. Немного, немало. Вот, закончился второй перерыв. Итак, третий, заключительный раунд. Напомню, он... Еще один такой удар. И я думаю, что все будет закончено. Но не будем забегать вперед. Итальянка, мы видим, может держать удар. И довольно серьезный соперник. Сейчас, конечно, инициатива уже на стороне Овчинниковой. Итальянке нужно идти вперед. Она это не любит, этого делать. А вот сейчас неприятный момент. Но сейчас нужно... Арбитр рассчитывает секунды. Вот сейчас мы видим. Ну, ничего здесь не происходит. Ему сейчас арбитр просто поднимет спортсмена в стойку. Потому что пытается на удышающие. Или есть попытка захвата или болевого приема, да? Ну, пока что... Поднимает арбитр в стойку их. Я думаю, это на руку Еленя. Борьба отнимает много сил. Сейчас же итальянке придется идти вперед. А Елене этого не нужно. Я думаю, что... Нет, она опять хочет побороться. Но сейчас... Приходит, пыталась сделать итальянка. Она понимает, что... Чтобы выровнять есть поединок, ей нужно перейти в борьбу. Вот ход поединка. Но пока что она только... Там... Там просто обоюдные захваты. На данный момент итальянка находится сверху. Это не очень хорошо. Да, естественно, естественно. Но главное... Сейчас... Поднимает опять... Нет, не поднимает. Да, ну... Не удается итальянке наносить удары в этом положении. Поэтому... По правилам есть определенное время. Здесь жилось 5 секунд на то, чтобы что-то сделать. Но итальянке не получается. Обчинникова сейчас выожидает. И сейчас Елене нужно еще концовочку боя. Хорошую активную провести. И победа будет у нас в кармане. Итальянка опять пытается пойти в борьбу. Заканчивается уже раунд. А вот сейчас... Пыталась итальянка произвести бэтвиз. Удар с разворотом. Последние секунды боя.